Больше информативности такой курс взят для подготовки города к зимней универсиаде. Следующий год обещает быть продуктивным. Начнется строительство основных спортивных объектов и работа по созданию общественных пространств. Их должно стать больше, а препятствий для людей меньше. Виктория Лопатайте о том, какие задачи стоят перед властями. Указатели на мира лишь малая часть того, что планируется сделать к универсиаде. Екатерина, доцент кафедры Института архитектуры и дизайна СФУ, систематизировав несколько исследований, опросов и оценив центр города с профессиональной точки зрения, поняла, заблудиться в нем проще простого. Весь город у нас сейчас имеет ноль навигации, поэтому это все большая проблема. В ходе опросов мы выяснили, что людям катастрофически не хватает информации на остановках общественного транспорта. Если нет смартфона с интернетом, добраться куда-либо практически невозможно. Город для людей. Концепция, известная на Западе уже около 50 лет. В Лондоне в свое время для удобства приезжих создали целую систему ориентации. Стенды с картами и маршрутами. По мнению специалистов, чтобы сделать что-то похожее, у нас нужна смена парадигмы. На первом месте человек, следом общественный транспорт и только потом частные автомобили. Но пока у нас все наоборот. Изменить это можно только с помощью властей, уверенные архитекторы. Особое внимание вопросу решили уделить в горсовете. Задача депутатов первая знать, конечно, познакомиться с этими практиками, с этим опытом. Второй клуб общественных инициатив, который у нас работает уже второй год, он как раз позволяет сделать переговорную площадку, привлекать как можно больше людей активных, с активной гражданской позиции. Ну и, конечно же, молодежи, потому что у ней креативное совершенно видение, мышление. Красиво, безопасно и удобно – основные параметры Красноярска образца 2019 года. Пока это лишь концепция, о конкретных решениях говорить рано. Но депутаты точно определились, голосуя за проекты, они будут опираться на доклад, подготовленный Екатериной. Его главная миссия – сделать город удобным не только для коренных жителей. При этом у народных избранников есть и свои идеи, как понравится гостям. Мы должны, наверное, продемонстрировать, что за всю историю Красноярска было создано очень много объектов культурного наследия. В Красноярске более 200 памятников истории и культуры, которые имеют федеральное значение, региональное и местное. И здесь у местной может оказаться модель частного государственного партнерства, когда собственники зданий за свои деньги приводят их в порядок, а власти гарантируют то самое общественное пространство, где удобно не только жить, но и отдыхать. Виктория Лопатайте, Владимир Фетисов, 7 канал.